Наконец-то. Вечер добрый. Как ваши дела? Хорошо. Давайте мы расскажем нашим подписчикам про то, что давно мы не делали прямых эфиров, видеомастов. Ну, собственно говоря, в последний раз я давал интервью оппозиционному телеканалу Азербайджана. Это был Мусаббат, отвечал на вопросы, которые касаются армян-азербайджанских отношений, ситуации с нашими митингами. И так далее и тому подобное. Но вот постоянно нет возможности, времени, постоянной поездки. И нет возможности сделать видеомаст, поговорить на очень много важных тем. Наши подписчики и в YouTube-канале, и в TikTok, и в Telegram-канале поддерживают идею делать видеомасты, делать эфиры для того, чтобы задавать вопросы. Давайте пусть Агиль сам представится. Но я просто прежде скажу, что в наших эфирах появляются люди и в эфирах азербайджанских ресурсов, которые признают территориальную сообщественность Армении и Азербайджана, которые стремятся к миру. Наши позиции очень часто не совпадают по тем или иным вопросам. Но необходимо четко помнить, что простые люди, неважно это журналисты, активисты, политологи или эксперты, они практически, скажем так, мало что решают. Они желают, предполагают. И вот всегда надо воспринимать этих людей именно так. Агиль Гусейнов проживает в Нью-Йорке, в США, но он все время бывает в Азербайджане. И, собственно говоря, пусть Агиль представится сам, пожалуйста. Ну, честно говоря, я уже сюда как к себе домой прихожу. Это уже третий наш эфир. Это так. Да. Я живу в Нью-Йорке. Ну, вообще-то, честно говоря, я живу на две страны. Вот. Уже это у нас третий эфир. И я еще раз хочу поблагодарить за теплые слова, за комментарии. Чтобы вы понимали, я все читаю. И каждый день с нетерпением смотрю, что, может, еще кто-то что-то написал. Уже мои знакомые как бы шутят в эту область. Они говорят, слушай, если ты так любишь комментарии читать, может, уже распечатаешь эти комментарии, сделаешь обои, и каждое утро будешь читать, и у тебя будет хорошее настроение. Хорошая идея? Ну, посмотрим, да. Поэтому огромное вам спасибо, ребята. Это все до слез. Я вам скажу, что, еще раз говорю, умение слушать альтернативное мнение – это показатель высшего интеллекта. Поэтому огромное вам спасибо. Кстати, извиняюсь, Рома, я хочу исправить пару косяков, которые я в прошлом эфире делал. Во-первых, я хочу извиниться за свой уже нерабочий русский. Я очень долго здесь живу, и как бы мы это не используем. Я в прошлом эфире вам сказал, что сестра экс-министра обороны Армении живет в Азербайджане. Просто я не помню, как его зовут. А сейчас я выяснил, это значит, Микаэль Арутюнян. Он был, кажется, министром в 2008 году. И его сестру зовут Зоя Арутюнова. Живет в Кюрдамире. То есть сестра Микаэль Арутюняна живет… Пропала у нас картинка. Да, появилась. То есть сестра нашего бывшего министра обороны живет в Азербайджане. А где? В Кюрдамире? Звука нет. Звука нет, Агель. Да, значит, они сами из Шамахи, но она вышла замуж, живет в Кюрдамире. Уникальность этой женщины, кстати, заключается в том, что при том, что ее брат был министром обороны в Армении, ее сын служил на границе с Арменией. То есть сын был офицером. Представляешь, она такая боевая женщина. Поэтому она дважды гражданка Азербайджана, если уже на то пошло. Только что, в принципе, все. То есть эти были моменты, которые я в прошлом эфире забыл вам сказать. Я хочу напомнить, что все, с кем мы общаемся, мы должны зафиксировать и с азербайджанской, и с армянской стороны моих эфиров, с кем я общаюсь, кто меня приглашает в эфир. Вы никогда не увидите людей, которые издеваются над Арменией или Азербайджаном. Вы не увидите людей, которые говорят с арказмом. И, к сожалению, у нас в информационном пространстве и Армении, и Азербайджаном такие люди есть. Я вчера, когда сделал эфир, после него читал очень много комментариев армян и азербайджанцев. И очень много было комментариев, которые имеют место быть, я обязательно их зачитаю. Но сначала давайте вопрос зададим Агилю. Я хотел бы просто сказать, что Никол Пашня говорил о том, что есть большое недоверие между лидерами Армении и Азербайджана. И я задумался, ведь это недоверие есть не только между лидерами, но и между народами. И вот первый мой вопрос, который я задаю Агилю Гусейнову. Скажи, пожалуйста, это недоверие, оно такое же, как 4 года тому назад, до 44-гневной войны? Или ты в общении с азербайджанцами чувствуешь, что это недоверие становится все меньше и меньше? То есть какая у тебя оценка? Ты видишь какой-то путь в лучшую сторону? Или это недоверие ты считаешь в тех же масштабах и той же глубины остается, например, у азербайджанского народа? Вот ты общаешься в Баку с азербайджанцами в Америке, а сами они меняются, доверие или недоверие? И как ты считаешь, есть какой-то путь быстрейшего преодоления этой глубины недоверия? Ну, во-первых, Рома, как бы ты ни скромничал, ты провел замечательную работу за эти годы. Ты нам показал совсем другую Армению. Если в головах азербайджанцев было, что там по Еревану сплошные зори Балаяна ходят, допустим, да, и так далее, то сейчас у нас ты реально поменял это все. И не только ты, до тебя был покойный Георгий Ванян и так далее. К тому же сейчас новые технологии, они позволяют как бы читать и комментарии, и все остальное. Так, в принципе, у Азербайджана нет проблем с нынешней властью, Рома. То есть у нас абсолютно есть, и не только нет проблем, проблема в том, вот для третьих сил, да, проблема заключается в том, что у нас уже практически нет проблем. Вот в чем проблема. Ты понимаешь, то есть мы добились в истории Азербайджана и Армении еще не было такого, чтобы мы делимитировали и демаркировали границу. То есть хоть маленькую, но это самая спорная территория. То есть это что означает? Мы решили одну из острых проблем. В принципе, по большому счету, какие у нас проблемы еще остались? То есть проблема была последствия этого конфликта. Это был русский сапог, которого мы хорошенечко проводили, хоть никто нам и не верил. Почему мы это сделали? Потому что, ты знаешь, Рома, в чем сила Азербайджана? Сила Азербайджана заключается в том, не в нефти, не в Байрактарах, да, не только в нефти и Байрактарах, в многонациональности, но уникальная у нас способность заключается в том, что когда дела доходят до государственных интересов, Рома, национальной безопасности, мы объединяемся в один кулак и бьем в одну и ту же точку. И это все это, и вот эти большие игроки все это видят, поэтому с нами считаются, понимаешь? Я хочу, чтобы такое же произошло и в Армении, и это происходит. И недавние вот эти бесполезные митинги тоже показали, куда движется Армения. Поэтому в Азербайджане никаких таких как бы опасений насчет нынешней власти нет. Но есть опасения будущего. Ну, нашумевшие это в конституции Армении. Во-первых, как президент Азербайджана правильно сказал, конституция Армении это внутренние дела Армении. Мы не имеем права вмешиваться, Рома. Это уже ваше. Но проблема заключается в том, что наличие этой конституции делает любые договора нелегитимными. Вот что такое конституция? Конституция это основной закон государства, который обладает высшей юридической силой. То есть все, что вы видите, там исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть, все их там указы, приговоры и так далее, все основывается на конституции. Если что-то противоречит конституции, автоматически это не имеет юридической силы. То есть, что это, почему это, как бы, почему приносит опасения, как бы, Азербайджану, да? Значит, давайте гипотически представим, что мы подписали мирный договор между Азербайджаном и армией. Во-первых, что такое мирный договор между двумя странами? Это означает, что мы же не можем заниматься дискриминацией и сказать, что мы не можем с вами иметь те же самые отношения партнерские, как и с Грузией, например. То есть мы как, помнишь, в 2008 году Россия напала на Грузию? Я вам в прошлом эфире тоже рассказал. Мы все, как один кулак, объединились и пошли вытаскивать Грузию. Мы инвестировали туда деньги. Каждый азербайджанец отменил все свои, там, Дубай, Египет и так далее. Мы все ехали в Грузию. То есть каждый азербайджанец старался это делать. Все даже олигархи, взяточники, коррупционеры, если бы даже были в Азербайджане, они тоже плановились будут. Понимаешь? И Грузия, русские почему обалдели, да? То есть вместо того, чтобы их санкциями задушить, у Грузии, наоборот, экономический взрыв произошел, да? То есть и до сих пор молодцы, они правильно идут. В случае с Арменией, да, чего опасается Азербайджан? Допустим, мы договорились, подписали. То есть что это означает? Это означает открываются границы с Турцией и с Азербайджаном. То есть это, представьте, для экономики Армении, что это означает? У вас 10-миллионный рынок Азербайджана открывается и плюс 80-миллионный рынок Турции. То есть у вас 90 миллионов новых клиентов. Я вам... Вот запомню мои слова. Когда, дай бог, это произойдет, Армения будет лидирующей страной по динамике развития экономики. И может даже первое место возьмет. Не по объему, а именно по тенту развития. Потому что еще такого прецедента не было, чтобы у тебя на границе появились 90 миллионов клиентов. Ты понимаешь? Что это означает? Это означает новые рабочие места. Это еще экспорт. Я еще про импорт не говорю. То есть импорт тоже, он что делает? Он стимулирует экономику. Появляются новые компании, дистрибьюторы, там и представительства разных компаний и так далее. Тоже новые рабочие места. Соответственно, это налоги в казну и укрепление экономики. Соответственно, как нормальное государство, Армения что будет делать? Оно будет инвестировать, скажем, в медицину, в образование, в социальные какие-то проекты, инфраструктурные проекты. И в том числе в армию, Рома. А давайте сейчас, я извиняюсь, представим, что вот армия усиливается, усиливается, усиливается. Деньгами от чего? Взаимоотношениями наши. И завтра Украина нам показала пример. Вот все говорят, нет, в Украину не зайдут, ничего не будет, в Брузию не зайдут. Да, и все дошли. Никогда не говори никогда. Может быть такой вариант, что насильно, не демократическим, насильно придут к власти, допустим, Карабахский план и Дашнаки. И они скажут, что, и они будут права, они скажут, что смотрите, то есть тот договор, который вы заключили с Азербайджанами, Турцией, он нелегитимный. Хотите докажем? Вот давайте докажите. Открывают там декларацию о независимости, которая является преамбулой конституции в данном контексте. И конституцию, которая ссылается туда-сюда, да. Вот, все, мы оспариваем, отменяем это. Теперь нам придется, Рома, воевать с какой Арменией. То есть не с этой Арменией, а нам придется уже с другой Арменией воевать, да. Вопрос, зачем нам это нужно, Рома? Вот, что пытается вам сказать президент Ильха Мариев. Он говорит, что с вами проблем нет, Рома. Но если в будущем что-то пойдет не так, это вызовет недовольство в самом Азербайджане тоже. Смотри, все 10 миллионов азербайджанцев, которые поддерживали власть, они придут и скажут, что ребята, здравствуйте. Война началась и началась, молодцы. Вот мы вам доверяли, доверяли. Мы за вами горой стояли, стояли. Мы вам дали зеленый свет, идите работать, да. Мы же во внешнюю-то политику не вмешивались. То, что мы критиковали, мы критиковали внутри. А вы куда смотрели, когда это подписывали? Понимаешь, это только Азербайджан. То есть внутри Азербайджана пойдут, что, волнения. Естественно, эти волнения кто ждет, Рома? Наши северные и южные соседи. То есть это обратно начнется вот это. То есть, чтобы этого не произошло, нужно грамотно, грамотно объяснить простым людям. Вот человек, допустим, условный Хорен Хачатурян. Он идет утром на работу, вечером стоит, пробка в бедный, возвращается домой, устал, хуже. Он откуда должен сидеть вот так вот. Это ваше дело. Это ваши журналисты должны делать, блогеры должны делать, лидеры общественного мнения. Понимаешь, вот я почему говорю, что у Азербайджана есть, извиняюсь, навыки объединяться в один кулак. Вот это и есть один кулак. Вот сейчас мы все, в принципе, сделали. То есть наша миссия здесь закончилась. Мы решили первый искусственно созданный конфликт на территории постсоветского праздника. Сделали, сделали. Самые опасные моменты с Арменией решили, решили. А теперь наша миссия закончилась, Рома. Здесь уже ваша операция по спасению и укреплению вашей государственной области. Понимаешь? У нас, чтобы ты понимал, нужно быть реалистами. Вот выборы в Соединенных Штатах. Трамп день и ночь говорит, знаешь что? Как я приду к власти, я остановлю конфликт в течение 24 часов. Честно говоря, я верю ему. И большая вероятность, я по комментариям тоже вижу, большая вероятность, что он придет к власти. Он придет... Вот сейчас у нас уникальная возможность... Правда, это как-то цинично звучит, да? Но они заняты чем? Украиной? Они заняты, что и Израилем, там, Ближний Восток и так далее, да? То есть у нас сейчас до ноября, Рома, потому что в ноябре президентские выборы Соединенных Штатов, до ноября есть время прыгнуть в эту возможность, да? Окно возможностей. Американцы всегда что говорят? У них очень сильная школа бизнеса. Они говорят, что если ты видишь окно возможностей, нужно уже сразу туда прыгать. Понимаешь? А если думать, что давайте мы там, я не знаю, в 2026-27 еще законопроект подготовим, еще там будем об этом обсуждении, мы просто упустим тот момент. Когда Россия вернется на Южный Кавказ, Рома, а она вернется, там уже другие разговоры пойдут. Там, может, и про Джавахетию пойдут разговоры. Хоть Армения молодец, да, они останавливают эти проблемы, но они искусственно могут создаваться. То есть это уже не Азербайджан может быть, да, допустим. Или с Азербайджаном. Понимаешь? Поэтому нужно это все делать быстро, а не как бы думать, как бы давайте там еще, там народ не готов. Народ нужно подготовить, да, чтобы он готов был. Хорошо. На что должен готовить народ? Кстати говоря, ты считаешь достаточным работу азербайджанской власти. Вот хорошо. Кого ты видишь в Азербайджане, кто призывает к миру и кто работает над миром? Вот давай просто честно скажем, перекисли, кого ты видишь. Я никого так особо не видел. Замечательный вопрос. А что ты называешь призывы к миру? Что вот Азербайджан... Вот хороший вопрос, мне интересно, на самом армянском взгляде. Что вы видите по телевизору? Что вы думаете, что это призыв к чему, Рома? К чему призыв? Окупировать 20% территории Армении? Убить голову правительства? К чему призывают азербайджанцы, как ты думаешь? Мне интересно. Да. Ну вот я сейчас отвечу. Я просто хочу особо отметить, что вчерашний эфир, вот, в Ютубе очень много комментариев было армян и азербайджанцев, которые здесь оставляли свои вопросы, там, и так далее, и тому подобное. Я просто вот про это говорю, там, 250 комментариев оставили, более, там, 10 тысяч просмотров набрало. Ну вот, там много говорили азербайджанцы про то, что как можно доверять армянам, когда канал Нуян Тапан говорит вот так или говорит вот так. Вот давай первое. Красавчик. Давай ответим азербайджанцам. А при чем тут вообще канал Нуян Тапан? Вот именно. Я сейчас азербайджанцам буду ответить. Это дачнабский канал, это дачнабский канал, который никакого отношения к правительству Армении не имеет. И таких каналов может быть 100 в Австралии, в США и тоже в Армении, да, которые создаст эта партия и будет оттуда это говорить. То есть какое-то это имеет отношение к власти. Кстати говоря, вот азербайджанцы не могут понять, это и второй вопрос, не могут понять, что, во-первых, а, дачнабов нет у власти в Армении, и, б, дачнабы не принимают никаких решений в Армении, и они никогда не вернутся к власти. Понимаешь, это реально так. То есть не потому, что так говорит там команда Никола Пашняна, его правительство, его гражданский благород, а потому что вот реально население настолько устало, настолько брезгливо относится к дачнакам, что они никогда не вернутся к власти. И вот я, во-первых, хочу донести до зрителей в Азербайджане, кто будет смотреть в Ютубе и в ресурсах в Фейсбуке, что это реально так. Вот просто нужно прекратить каждый раз говорить, что дачнаки или дачнабский канал Нойян, тот же Нойян, вы когда-нибудь видели, чтобы меня приглашал в свой эфир? Нет. Значит, я им там не нужен, правильно? Значит, то, что я буду говорить им, не будет радиться. Вот тебе и пример. Так что Нойян – это не какой-то канал, куда ходят все, да? Только Нойян – это канал, куда они приглашают только тех, кто им нужен и кто им выгоден. И вот давай второй вопрос мой будет таким. Почему азербайджанцы не могут понять, что они должны отсутствовать власти? Во-первых, Рома, ты говоришь, что никогда не придут к власти. Я тебе опять же привел те примеры, которые мы думали, что никогда это не произойдет. Ты когда-нибудь, вот ты родился в Баку, ты думал, что когда-то вот такое может произойти. И в Азербайджане тем более. В Азербайджане, где армяне были настолько интегрированы, что они были у власти. То есть они частично управляли Азербайджаном. Ты мог это себе представить? Демократичным, я опять говорю, демократичным путем никакие дачнаки, никакой карабахский клан, клан, он к власти не сможет прийти. Только придут искусственными нагнетаниями обстановок там и так далее. Вот допустим, не дай бог, вот они пришли к власти, Рома. Ты останешься в Армении? Я нет. А, красавчик. Вот ты не останешься в Армении. Кто-то еще не останется в Армении. Ладно, вы уехали. А 10 миллионов азербайджанцев вы можете с собой взять? Нет. А нам куда уезжать? Ладно. Ты понимаешь, мы же не можем завтра, когда что-то случится, мы скажем, ну, не познаете, Роман Багдазарян нам обещал, что это не будет. И звоним Роману Багдазаряну, он не отвечает. Ты понимаешь, это так не работает. То, что касается Нойан Тапана. Ты знаешь, что изменило мое сознание, Рома, один раз. Значит, у меня есть, да, сам знаешь, здесь бакинские армяне, мы очень хорошо общаемся. И, в общем, один раз, короче, я вижу перед нашим посольством, армяне собрались, в общем, там туда-сюда начали, в общем, кричать, да. И я это видео отправляю одному армянину бакинскому. Я говорю, я смотрю, и они опять собрались, там, в общем, они опять, да. Говорит, кто собрались, Агиль? Я говорю, армяне. Он говорит, ты где там армяну видел? Я говорю, я же тебе видео только что послал, там армяне, да, армянский флот. Кэй Тагиль, это не армяне, это дашнаки. И знаешь, вдруг это, знаешь, вот все поменялось у меня в сознании, да. И он сказал, не путай, пожалуйста, мой народ. Я, все у меня как бы село на меня. Вот помнишь этот фильм «Область мой парень» глотает таблетку, вдруг цветное все становится, там, это все ясно. И знаешь, я вдруг понял, что как я мог, вот если я, например, возьму замечательного актера Армена Джагарханяна, поставлю на один и тот же уровень, допустим, Зори Балаяна. Это чья вина? Моя или как бы это чья вина будет? Конечно, моя. Если я возьму Армена Джагарханяна, поставлю на один уровень с этим, как его зовут, папу все ищут, не могут найти, как Роберт Качарян. Робертом Качарян, это будет моя вина или как бы чья вина будет, понимаешь? То есть поэтому, я извиняюсь за эту шутку, как бы вы от того, что нас тоже озабочили с этим папой Качарян, там, кто-то говорит там азербайджанец, кто-то говорит там это. Мы уже там сами забудем. Вот, поэтому это уже как бы ноян-тапан. Неужели вы думаете, что у нас интеллекта не хватит, Рома? Чтобы понять, что ноян-тапан это не олицетворение всей Армении. Олицетворение Армении кто? Вот люди, которые здесь находятся. Вот это патриоты. Вот что такое Армения. Армения это консерватория, Армения это опера, балет, театр там и так далее. Вот что такое Армения. Зачем? Почему? Я должен думать, что ноян-тапан это как бы они какое-то влияние. Но, буду мутить, Рома, они могут. Вот почему? Вот, допустим, вот из... Но так же, как и ваш блогер, да? И так же, как армянский блогер в Ростове. Вот необходимо четко понимать. Я правильно заметил. Ваш блогер и блогер в Ростове, они выполняют очень плохую роль. Они настраивают людей друг против друга. Один в Сибири в Ростове. Он не создал семью. Он не воевал и не воевал за Армению. Извиняюсь перед вашим блогером. Судя по всему, он тоже не собирается создавать семью и защищать своими сыновьями тот же Азербайджан. То есть, такие люди, мне кажется, говорят о том, что надо воевать. Вот удивительная вещь почему-то. Я так сильно не слежу за этими товарищами, как ты говоришь. Но, чтобы ты понимал, этих блогеров, которые ты в Азербайджане говоришь, их создавали вот те же, как бы, как вот Арутюнова, да? То есть, они постоянно оскорбляли азербайджанский народ. И, естественно, кто-то встал и что-то пытался ответить. Но где-то кто-то переборщил. Я с этим согласен. То есть, нужно все в меру делать. Но этот же тоже не останавливается, Рома. Ты понимаешь? Я думаю, что мы не должны фокусироваться на каких-то, ну, при всем моем уважении, да, как бы, блогеры, журналисты и так далее, которые говорят то, что нам не нравится. Нам нужно смотреть вперед. Нам нужно уже переходить на совсем другой уровень взаимоотношений. Вот недавно Никол Пашиняк, видишь, что сказал? Мы должны создать какую-то структуру, которая будет вместе работать, сотрудничать, чтобы выявить, кто, как, стреляли ли вообще, кто стрелял. То есть это, если так посмотреть, он намекнул на то, чтобы мы поняли, какие третьи силы заинтересованы в этом плане. Почему Азербайджан не согласился? До сих пор нет ответа. Ты как считаешь? Почему ваша сторона не соглашается, если ты говоришь, что это трезвое предложение? До сих пор нет ответа. Рома, во-первых, мы не настолько наивны должны быть, чтобы не понимать то, что есть определенные каналы общения между Азербайджаном и Арменией. То, что 32 на 2 поменяли ребята, тень и ночь ты выходил на азербайджанские каналы, а отпустите шарадских ребят, отпустили. Но это как бы тоже в итоге чего? Взаимоотношения. То же самое делимитация, демаркация границ. Это тоже как бы взаимосвязи. И так далее. То есть они общаются. И я не думаю, что... Я больше чем уверен, что какое-то, когда заявление делается с одной или с другой стороны, это может быть и согласовано. Потому что мы всему миру показали то, что мы не нуждаемся в посредниках. Понимаешь? Это минская группа ОБСЕ, допустим. Что она сделала за 30 лет? Ничего. А мы взаимно просто начали работать. И сколько всего мы сделали. Сейчас последний штрих остался. Это законодательство. Все, в принципе, больше... Кроме этого, какие же проблемы есть? Никакие. Вот. Вот я очень рад, что наши подписчики и спорят, и поддерживают, и радуются, и приветствуют. И я напомню, что это будет смотреть на YouTube-каналах тоже. Я постараюсь тоже после эфира, вот читаю сейчас с другого телефона комментарии. Я постараюсь тоже на все эти комментарии отвечать. Агиль говорил о вопросах недоверия и говорил о том, что сейчас волнует правительство, власть Азербайджана, какие вопросы являются теми вопросами, которые продолжают вызывать недоверие. Вот такой же вопрос, извиняюсь, такой же вопрос к тебе, если ты позволишь. Вот в чем проблема в армянском обществе? Вот чего они опасаются? Что может произойти, допустим, вот в случае того, что мы как бы подпишем мирный договор, как бы граница откроется? Что может произойти? Ну, давайте так. На данный момент в армянском обществе и в СМИ, я просто настолько чувствую, есть недоверие к азербайджанской власти и правительству в том плане, что Ихамалиев тянет эту ситуацию, чтобы не подписывать мирный договор, потому что Путин не позволяет подписать мирный договор и хочет держать на крючке Армению, через Азербайджан давить на Армению, чтобы здесь не было европейских сил. И армянское общество считает, что так как Ихамалиев продолжает массово закупать оружие, значит, он готовится к новой эскалации, новому конфликту. Вот мне кажется, это основные какие-то моменты, которые я чувствую. Ну, а вообще, что касается ситуации доверия-недоверия, необходимо четко понимать, что у нас была трагедия такая, как 44-гневная война. Если Азербайджан победил в этой войне, то, скажем так, карабахская интеллигенция, карабахская власть, карабахская армия вместе с теми людьми, которые заваривали эту кашу, они проиграли эту войну. Почему я не говорю Армения проиграла? Потому что вот я, во-первых, хочу четко отметить, что Армения никогда не нападала на Азербайджан. Да, вот это реально так. То есть все-таки конфликт начался на территории Азербайджана, в Нагорном Карабахе, на территории Азербайджана. Я извиняюсь, это не на эту аудиторию. То есть Армения, причем это все генералы сделали, извините. Нет, нет, тогда я просто коротко скажу, что республика Армения, которая есть сейчас, не нападала на Азербайджан. Ну и естественно, это не Иль Хамалиев тоже самое сказал. Армения, которая... Нет, Иль Хамалиева тоже не было во время Первой Карабахской войны. Но, Агиль, я же об этом много раз говорил, что СССР через свои каналы подожгла этот конфликт. Сама же Армения не нападала на Азербайджан. То есть конфликт начался в Нагорном Карабахе, где жили армяне. И, согласен, Армения же не нападала своими войсками туда. То есть, да, Армения снабжала оружие, посылала туда своих солдат, но Армения не нападала... А как нужно нападать, Рома? По-другому как можно напасть? Я очень извиняюсь. Я одну вещь скажу, Рома. Вот почему мне всегда, как бы... Мы здесь и сидим, и по душам разговариваем. Я понимаю, официальная позиция государства. Но мы, это же... Я же не на работе на правительство. Я же прихожу открыто с вами разговариваю. Да, да, ты старайся не спорить. Я говорю, Армения... Постарайся сейчас не спорить, потому что я его... Объясняю, почему я так говорю. Я говорю про то, что и Ильхам Алиев, и Пашнян, их не было во время Первой Карабахской войны. Это, в принципе, не каша, которую они заварили. Давай вот честно. И я еще раз хочу, кстати, подчеркнуть, и вот многие, потому что не понимают, Гейдар Алиев тоже пришел к концу уже Первой Карабахской войны. Вот многие отмянщи считают, что Гейдар Алиев как-то замешан в возникновении этого конфликта в основном работе КГБ, и он до этого был в Москве. Но нет. Именно при Гейдаре Алиеве конфликт завершился в 1993 году, потому что он тут последние полгода вот эту заварушку он и разгружал как бы. Тогда была тяжелая внутриполитическая обстановка в Азербайджане и так далее, и тому подобное. Теперь, что касается вот этого вопроса, я думаю, что все-таки люди считают, что Ирхам Алиев под давлением Путина будет готовиться к новой эскалации для того, чтобы Россия не ушла из Армении, и чтобы сюда не пришли на ее место сападные силы. И поэтому Ирхам Алиев тянет, вот не хочет подписывать мирный договор, каждый раз ищет какие-то новые. И вот сегодня тоже читали, писали мои подписчики, что предположим, Конституция поменяется, да, предположим, а в Азербайджане не думают, что, как они говорят, если завтра придут снова Дашнаки, и Дашнаки опять это введут в Конституцию. Так разве не может быть? Ну, давай честно. Не, ну, это, конечно, может быть. Но это как бы тоже... Закон не имеет обратной силы, Рома. Если они уже примут после этого, это не означает, что они не признают этот договор, понимаешь? Ты же не можешь осудить человека задним числом. То есть они после подписания договора, если Конституция поменяется, уже новую Конституцию универят, это оно не имеет обратной силы. Ты понимаешь, в чем дело? Поэтому Азербайджан это не беспокоит, конечно. Да, я, в принципе, вот ответил на твой вопрос. Вот такое есть недоверие по поводу вот тех же закупок оружия. Ну, я понимаю, что мы не точно знаем, какой самолет зачем летит, и никто не обязан никому ничего объяснять. Ну, вот недоверие в этом. Ну, а вообще, конечно, 35 лет вот этих боевых действий привели к тому, что люди видят в соседней стране только опасность, риски и попытку кого-то убить, подставить или зарезать. Хорошо, вот я ответил на твой вопрос. Что ты думаешь об этом? Если я, да, если разрешуешь. Значит, вот давайте логично представим, да? Если бы Азербайджан был вот такой пустыней, где ни черта нет, ни деревья не растут, ни нефти нет, вообще ни черта нет, ну, нам, конечно, нужно чем-то заняться, да? Вот азербайджанцы, это предприниматели в основном, да? И вообще любая страна считает, что это предприниматели. Вот если у тебя бизнес, вот ты открываешь супермаркет, у тебя два выбора. Открыть этот супермаркет в разваливающемся районе, где там стреляют, там туда убивают все бедные там и так далее. Ты там открываешь супермаркет. И другой вариант, ты открываешь супермаркет в богатом районе, где все стабильно, четко, и у людей есть деньги. Где вот ты откроешь? Конечно, второй вариант, да? Азербайджану зачем создавать проблемы в своем регионе, Рома? Зачем нам нужна дестабильность? Зачем мы хотим, чтобы мы жили в нестабильном регионе? Мы даже умудрились с Ираном как-то договориться. Мы даже с Россией как-то постараемся. Успокойтесь все, не трогайте нас. Мы идем своей дорогой. Зачем нам... Вот что мы заимеем, допустим? Давайте гипотекцию. Хорошо, отлично. Я тебя понял. Продолжение этой темы. Ты сказал очень правильную фразу, об этом многие другие азербайджанские эксперты, например, говорят, политики даже. Вот ты сказал фразу, что мы даже с Россией сказали, нас не трогайте. То есть, следующий вопрос будет такой. А вот правильно ли говорят люди вне эфиров, азербайджанцы мне говорят, о том, что у Азербайджана есть граница с Россией, какие бы ни были улыбки между лидерами Азербайджана и России, всегда здесь у тебя есть сухопутная граница с такой страной, как Россия, да? Ты понимаешь, что Россия, если прям с ней ссориться и ругаться, которая вторглась в Украину, которая дошла, ты сказал, Тбилиси когда-то, да? Я про это понимаю, что в глубине души многие азербайджанцы, которые наперед думают, что может произойти, понимают, что в случае среднесрочной перспективы конфликта с Россией, ничего не помешает в том же Дагестане создать какие-то ячейки боевиков, которые будут нападать на Азербайджан или дестабилизировать ситуацию. Есть ли при всем том, при всем, скажем так, при всей той силе, которая увеличивается у Азербайджана, бывает ли, я правильно понимаю, что у нее есть риски дестабилизации со стороны России, и поэтому крайне важно с ней как-то находить язык или нет? Не только находить язык, Рома, нужно сделать так, чтобы те или иные силы, а вот как они действуют? Никто насильно ничего не может действовать, если народ един. Если вот у Азербайджана, если ты смотришь, просто у нас лингвистический барьер, и в принципе, я даже иногда рад, что у нас лингвистический барьер, вот оппозиционные лидеры, то, что они пишут, ну это все о внутренней политике, внутри у нас есть проблемы, но когда внешняя политика, когда вот шпионаж, нельзя в Азербайджане работать на иностранное государство. Вот возьмем, Азербайджан, они могут обвинять там, а вы сажаете там, да, естественно, будем сажать. Азербайджан единственная страна на планете, которая одновременно граничит с Ираном и с Россией. Спецслужбы обеих стран, ты представь, это многонациональная страна, это там что хочешь, можно там уйти, ну, по их, да, как бы в больном воображении, да. Они 24 часа на 7, они работают. Ты представь, какие у нас спецслужбы, что они отображают самые сильные спецслужбы в мире, понимаешь? День и ночь, если мы расслабимся элементарно, да, они нас конкретно сожмут. Поэтому, естественно, это опасение есть. И это опасение проговаривается на тех же самых и оппозиционных, и проправительственных каналах тоже. Кто тебе, мы что, ты думаешь, мы все, как бы, любим и ждем? Да, мы ничего не имеем против русского мира. Русский мир, это Тургенев, Достоевский, Толстой и так далее, да. Но, как бы, если кто-то хочет у нас замутить, мы этого не позволим. И я тебе открою такой секрет. Ни одна страна в мире, она не позволяет работать на иностранного государства своего гражданина. Америка, допустим, да. Чтобы ты понимал, если ты, вот у тебя организация неправительственная, если ты получаешь деньги от иностранного государства, ты продвигаешь интересы иностранного государства в Соединенных Штатах и об этом не задекларировал, что я иностранный агент. До пяти лет лишения свободы. Плюс штраф. Я просто не помню цифру, да. И плюс, если ты натурализованный гражданин, тебя лишают гражданства и депортируют. Теперь вопрос. Почему те же западные страны, они могут беспокоиться за свою национальную безопасность? А когда мы кого-то арестовываем, это, понимаете, нарушение прав человека. Почему? Эти все игры с этими, вот ты знаешь, вот есть демократия, свобода слова, это как бы система, да. То же самое, как бы русский мир, это замечательно, это, как я перечислил, Тургенев, Толстой, но когда это превращается в инструментарий, то есть путем этих инструментов зайти и контролировать регион, это уже превращается не в очень хорошую вещь. Это привело к дестабилизации в Ближнем Востоке. То же самое русский мир, замечательный мир, но когда этот русский мир, он используется, ну у них тоже есть своя демократия, они говорят, защита русскоязычного населения, там, деноцификация, борьба с бендеровцами, там, туда же, это тоже, ты понимаешь, как они это используют? Поэтому мы не будем позволять, и пусть они впредь думают, если они будут вмешиваться, особенно вот это, как бы западноевропейские страны, будут дестабилизировать наш регион, будут вставлять палки в колеса в Армении, Армении и Азербайджан, и не будут давать им мириться, они у себя на территории увидят новые субъекты международного права. Пока что Новая Каледония. Поэтому, как они нам делают, мы так же и будем отвечать. Рома, запомни одну вещь, близкий сосед всегда лучше, как бы, дальнего родственника. Какой интерес у западноевропейских стран? Ты думаешь, они заботятся о каких-то черноволосых, там, азербайджанцах и армянах, которые труднопроизносимые вообще? Зачем им это нужно? Те же самые конгрессмены, ты думаешь, вообще они знают, где Азербайджан находится или Армения находится? Конечно нет. Это все продвижение своих интересов. У нас нет, вот, например, у нас нет прозападной политики. У нас нет пророссийской политики. У нас есть проазербайджанская политика. Почему я говорю, что нам нужно уже выходить на другой уровень взаимоотношений? То есть мы уже должны объединиться, как Пашинян говорит, да, нужно создать какую-то структуру. Наши спецслужбы уже должны объединиться, работать вместе, делиться опытом по борьбе со шпионажем. Мы должны объединиться, пойти уже в Грузию вытаскивать с этого болота, да, а мы сидим уже застряли, черт его знает, на чем застряли, я не знаю. Двигаться нужно вперед, ребята, время уходит. Ты знаешь, вот, если ты помнишь Баку, да, на торговой, помнишь, эти непонятные были, там, столовые, маловые, на торговой, да, они потом превратились в бутики. Вот, то есть эти ненужные объекты кто-то скупил, и они, значит, в месяц приносили, я не знаю, раньше приносили по 25 штук. Представь, под 25 тысяч долларов ты просто сидишь, и мы с ребятами в одиннадцатом классе сидели, думали, а, представь сейчас вот машину времени, да, вернуться туда, убедить родителей, пусть они продадут квартиру, там, хрущевку, и пойти это скупить, а представь сейчас, мы как зажили бы, да, ты понимаешь? Чтобы такого не было, сожалею, самая, как бы, плохая вещь в жизни, это сожаление, когда ты понимаешь, что когда-то была возможность что-то сделать, а мы не сделали это. Ты понимаешь, у нас, мы сколько теряли шансов, да, то есть, если в то время мы знали бы, что это случится, там, в конце 80-х, у нас же не было никаких взаимоотношений, да, то есть, если бы тогда мы знали, что такое случится бы, азербайджанцы бы остались бы в Армении, Армении остались бы в Азербайджане, они работали бы вот как диаспора, что такое диаспора? Диаспора, это ты гражданин той стороны, ты взаима, ты приближаешь интересы с другой стороны, да, вот, например, с чем мы занимаемся в Америке, мы приближаем позиции Америки с Азербайджаном, то же самое взаимоотношения должны были быть и между Арменией и Азербайджаном, а азербайджанцы, как граждане Армении, они должны были в интересах своего государства, государства Армении, делать взаимоотношения с Азербайджаном, то же самое азербайджанские Армении, это их страна, Азербайджан, в интересах Азербайджан, ты понимаешь, что у нас, к сожалению, этого не было, у нас никогда не было посольства, ты представляешь, в Ереване не было этого посольства Азербайджана, в Азербайджане не было посольства Армении, очень много чего, у нас нет опыта общения, да, как два субъекта международного права, Рома, поэтому это, я не хочу, чтобы... Это правда. У нас нет опыта общения, это правда. Ты понимаешь, я почему хочу, чтобы вы слышали мнение простого смертного азербайджанца, как я, да, не каких-то политологов, да. Я просто простым языком хочу объяснить вам, что думают азербайджанцы. Вот я последний раз после эфира я поехал в Баку, я тебе еще снимал армянскую церковь, помнишь, я тебе послал видео. Вот тогда я разговаривал с молодежью, специально провоцировал, Рома, я специально провокационный вопрос задавал. Я говорю, что армяне там, они очень, они говорят, что, ну не все же армяне плохие. Я говорю, как не все, они же там очень, и они мне объясняют то, что я как бы знаю, да. Но мне это, честно говоря, приятно стало, да, понимаешь? Вот десоветизация, вот это то, что нам осталось от Советского Союза, Рома. Мы не знаем, что у нас происходит в странах, правильно? В Армении какие-то новшества, мы об этом не знаем. В Азербайджане какое-то общество, мы об этом не знаем. Мы, вот я, как хорошо я уехал с Азербайджана, потому что, если я жил бы, я скучаю по Азербайджану дико, да, я три раза в год еду в Азербайджан. Но если я жил бы там, какая у меня была бы информация, Рома? Я читал бы азербайджанские СМИ, потом читал бы армянские СМИ, чтобы сопоставить. Потом на худой конец посмотрел бы этого Соловьева, Киселева туда-сюда. И вот мое мировоззрение, да, понимаешь? Вот из чего я исходил бы. А здесь хотя бы я общаюсь, я и с армянами общаюсь, они мне объясняют, что такое Дашнаки, как это работает, что... Понимаешь, истоки всего. Допустим, Ной Антапан, мы говорим о Ной Антапане, да? Говорили, то есть... Почему я говорю, что нужно общаться? У каждого азербайджанца и армянина должен быть знакомый. Вот это известное, помнишь, Ной Антапан, который говорили... Там женщина, как сказала, говорит, когда азербайджанцы готовят чайки-аргуру, они добавляют туда армянскую кровь, да? Все посмеялись, молодцы. Ну, допустим, я впечатлился, Рома. Я впечатлился, что мне нужно, как мне нужно проверить информацию. Я звоню трем разным бакинским армянам. Нам не будут именно называть, скажем, условная тетя Рая, дядя Рая. Это на канале Ной Антапан, да, сказали, что якобы сейчас опять буро армянской крови добавляют? Да, да. Ну, это такой... Идиотизм, да? В общем, мы все смеялись. Понятно, что армяне в это не поверили, да? Нам это понятно. Но я как бы утрирую. Да, допустим, я звоню, говорю, что ай, тетя Рая? Вот вы жили в Баку, там... Мы людоеды. А он скажет, ай, перегрелся, что ли, там под солнцем не ходит? Это один вариант ответа будет. Другой вариант, давайте как бы черный юмор. Не дай бог, она мне скажет, что... Айгель, а ты не знал, что у каждой домохозяйки в холодильнике там армянский кровь, там банки с армянской кровью? Это два варианта ответа, да? Но я узнаю это, да, понимаешь? Поэтому и армяне тоже должны общаться с азербайджанцами, которые из Армении. Если их что-то беспокоит, они элементарно могли бы позвонить и спросить. Рома, нужно уже переходить на другой вариант. Эти фобии, моби нужно оставить в прошлом. Азербайджанское правительство на самом высоком уровне сказали, что армянским журналистам зеленый свет. Приезжайте, работайте. Ну, они имели в виду, у кого паспорта армянский, да? А почему никто не приехал? В эти байки, шмайки, там, я не знаю, всех убивают, сажают, кушают. Это все нужно убрать, да. Это старые все нарративы, Рома. Азербайджан пошел, значит, Азербайджан совсем на другом часу уровня. Да, в Азербайджане была коррупция. В Азербайджане было кумовство. Это то, что азербайджанское телевидение вам не расскажет. Я хочу просто поделиться, какой мы путь прошли. Лет 15 назад, чтобы ты понимал, вот это кумовство, вот эта коррупция, она была на самом высоком уровне. Вот я недавно слушал Эльдара Намазова, он говорил, от чего мы пришли и куда мы пришли. Вот почему я всегда говорю, нужно вкладываться куда в образование. Лет 15 назад президент Азербайджана сказал такую вещь. Он сказал, что вы знаете, мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий. Вот иди обычному гражданину объясни, что это такое. То есть мы иногда, честно говоря, не в обидку им, мы иногда его понимаем тогда, когда он уже реализовал то, что он сказал. Но что он имел в виду? Сейчас я понимаю, что он имел в виду. Он говорил, что ребята, я бы с удовольствием их послал бы к чертовой бабушке. Просто у меня кадров нет. И что прямо после этого выступления пошло, что массовая отправка за границу азербайджанских студентов. Тысячами рома. То есть они оплачивали, и до сих пор, и эта программа продолжается, и перелет, и обучение, и питание. И то, что ты обратно едешь на каникулы, это тоже оплачиваю. У тебя, кстати, вот ты немножко камеру вниз сделай, и наверх. Да, вот ты не влезаешь в кадр. Вот сейчас, да. Хочешь назад ее? Давай еще, я назад сделаю. Все, замечательно. Да, вот это образование за границей. Значит, что произошло? Эти же ребята учатся, они, допустим, 4 года учились, возвращались. И этот же не прекращается, эта волна, этот оборот пошел. Через несколько лет, они же, когда возвращаются, где они работают? Они работают в министерствах. То есть уже когда стало у них достаточное количество их, следующее, что президент сказал, он говорит, что я просто не понимаю, как может современным Азербайджанам управлять люди постсоветского мышления, постсоветским мышлением, да. И что? Ну, и эти быстрые ребята как бы их сменили, да. Эти пошли на пенсию, эти как бы заняли эти посты. Но эти ребята собрались и в один день пришли к такому, такой мысли. Они сказали, что, ну, я так понимаю, да. Хочешь на Марксюрчий, там не в Гарвард, хочешь 10 раз Гарвард заканчивай, если система гнилая, вот эта постсоветская, она будет вести к коррупции. Что они сделали? Они поменяли систему. Они внедрили систему одного окна. То есть это то, что Саакашвили пытался сделать в Украине, ему просто это не дали сделать, да. В силу того, что там уже, там не было человеческих ресурсов. Вот. И что такое система одного окна? Ты не видишь чиновников. Вот это служба АСААН, да, на Шумевше. То есть, пример. В 2012 году мне звонит мой родственник, он говорит, слушай, Агилев, я, ты не поверишь, я только что поменял права, у меня срок прав истек. Я зашел, поменял права за 15 минут. Я говорю, ты на кого вышел, сколько заплатил там? Ничего не надо платить. Идешь в этот АСААН, все, там ты никаких полицейских не видишь. Там, в общем, они тебе принтуют, дают. Я говорю, ты что говоришь? И это то есть мизер, да, того, что я рассказываю. То есть они умудрились все госэти услуги внедрить в вот этот АСААН. И там написано, президент Азербайджана. Другими словами, паспортные столы, Рома, ты бы видел паспортные столы. Те, кто работал в паспортных столах, был олигархом, да, был. Нет у нас паспортных столов, Рома. Ликвидировано все. Они тоже перешли в КАСАН. Вот эти загранпаспорт. Загранпаспорт, Рома, мы стояли в очереди с двух часов до девяти, чтобы сдать эти документы. Нет у нас больше этого. Ты заходишь туда, это БЭС-АСАН. Здравствуйте, мне нужен загранпаспорт. Они говорят, да, без проблем. Посмотрите сюда. Там сфотографировали. У тебя несколько вариантов, да. Они говорят, или ты хочешь, через 10 дней приходи, мы тебе как бы дадим. Через три дня. Или если тебе срочно нужно, до завтра приходи, в общем, дадим. То есть, там уже нужно доплатить, да. Ты понимаешь, то есть, это маленькая фракция того, что есть. То есть, почему? Благодаря чему это произошло? Потому что мы сделаем правильные вложения. Вы понимаете, я иногда читаю армянские СМИ, не обижаясь, давайте немножко покритикую. Это хорошо, что Армения критикует Азербайджан. Это замечательно. Я от души говорю. Это бесплатный консалтинг. Мы должны это друг другу оказывать. Это помнишь. Что у нас? Вот, например, мы друг для друга, как зеркало, да. Вот я в зеркало смотрю, я вижу, что у меня фуговица расстрелена. Это замечательно. Просто проблема в том, Рома, что вы критикуете то, что было лет 10 назад. Нам сейчас нужно. Поэтому, Рома, нужно максимум общения. Вот видишь, два азербайджанца по душам разговаривают. Всем приятно. Я вижу по этим лайкам, сердечкам. Спасибо всем большое. Вот. Поэтому это нужно продолжать, это нужно усиливать. Вот азербайджанцы, которые тоже лайки пишут, я понимаю, что им нравится эта беседа. Давайте я Ерышу отвечу. Ерыш пишет, я сейчас ударил один комментарий. Ерыш пишет, что мы ждем, я так понимаю, он ждет какой-то революции в Азербайджане. Ерыш я ударил ваш комментарий. И вчера тоже был один глупый комментарий, что надо ждать, когда сменится власть в Азербайджане. Вот я просто хочу моим армянским подписчикам и подписчикам сказать, что никто в Армении среди правительства, среди депутатов, среди экспертов, ну, разумных, не ждет никакой смены власти в Азербайджане. И армянское правительство уже давно работает, как сказал Агиль, напрямую с этим правительством. Ерыш, нам какое дело вообще до революции в Азербайджане? Вот я просто хочу, чтобы вы для себя начали что-то менять. Нам зачем нужно делать революции в Азербайджане? Мы какое имеем право лезть в соседнее государство и устраивать там революции? Нам это зачем надо? Это не наше дело. Мы ни в Грузию, ни в Иран, ни в Турцию, ни в Азербайджан не собираемся лезть, делать какие-то революции. Я так понимаю, что Езыч даже не из Армении, но он продолжает писать, этот тезис толкать. Езыч и любой другой армянин или армянка, пожалуйста, давайте мы начнем каждое слово взвешивать, прежде чем писать. Когда мы пишем такие вещи в эфире, что мы ждем какой-то революции в Азербайджане, появляется какая-то масса, пусть даже минимальная в Азербайджане, которая, наверное, думает, что действительно у нас это в голове. Это у нас не в голове, и нам это неинтересно. Это смена власти в Азербайджане. Почему? Потому что при любой власти Азербайджана с ней надо будет работать. В вчерашнем эфире я тоже говорил. Вы для чего хотите сменить Алиева? Алиев, может быть, например, когда-нибудь уйдет и на его место придет, как я уже говорил, не менее сложный переговорщик, как, например, дынешний министр иностранных дел, который тоже достаточно нелегкий, я повторяю. И что изменится? То есть в Азербайджане будут выбирать лидера, которому доверяет азербайджанский народ, и который будет любить азербайджанский народ. Так же, как и в Армении мы выбираем Никола Пашняна, который решает вопросы Армении. Правильно? Зачем менять какого-то лидера или назначать? Лидер, который придет в соседний государственный, он будет работать над тем, чтобы усиливать свое государство. Поэтому я призываю не писать больше такие вещи. Просто и не думать об этом, и не мечтать, а работать с тем, что есть. Неважно, это сложно, мега сложно, непредсказуемо. Вот что есть, тем и надо работать. Пожалуйста, Аргений. Рома, во-первых, прежде чем тратить энергию, убедись, что это не фейковый профиль. Откуда знаешь, что может это вообще как бы... То, что касается уйдет кто-то... А зачем уйти? Вот что будет, если, допустим, эта власть уйдет? Вот как я перечислил... Это глупость. Я же сейчас сказал, что это глупость, это вообще к Армении не имеет отношения. Это вот мнение Ярыша, кто-то может подумать, что тут кто-то об этом думает. Нет, нет, нет. Смотри, то есть Азербайджан уже достиг того уровня, при всем моем уважении к азербайджанской власти, то есть власть довела эту систему до такого уровня, что Азербайджаном может управлять, в принципе, и не совсем такой дальним. То есть система сама, она уже налажена. То есть если даже завтра, допустим, эта партия уйдет, другая партия уйдет, там уже ничего не изменится. То есть у нас один интерес, Рома, у нас интерес, это стабильный регион, хорошее отношение с соседями, живем мирно и дружно. Все, у нас другого ничего не может быть. Я тебе даже другое скажу. Я иногда перечитываю оппозицию. Даже оппозиция, она старается внешнюю политику президента не критиковать, потому что они согласны с этим. Но недавно они критиковали президента за то, что почему до сих пор нет мирного договора. То есть если же на то пошло, оппозиция тоже как бы заинтересована в том, что как бы, то есть никто в войне не заинтересован. То есть вариант того, что какие-то радикальные течения придут, там что-то, это... Ну, конечно, я просто, я вижу, хочу последнее сказать. Да нет, правильно, правильно. Никто, ни Россия, никто не может менять Пашняна, которого два раза выбрал народ на другого человека, и мы не можем и не имеем права никого менять в других странах. И нам это сто лет, на самом деле, не должно быть нужно, потому что, я еще раз повторюсь, что мы что ждем, что в Азербайджане придет лидер, который будет любить армян больше, чем азербайджанцев? Такого не будет. Поэтому, когда взрослые люди такие вещи пишут, я просто хочу, чтобы вы понимали. Это абсурд, и постарайтесь больше это не писать. Еще один вопрос, Агиль. Вот ты так смотришь со стороны, как ты думаешь, кто больше вообще пытается помириться с другой стороной, то есть с учетом того, что кто-то выиграл, кто-то проиграл, или никто не пытается, или такое глубокое недавиание. Кто вот больше, по-твоему, делает каких-то шагов к вимирению? Азербайджанское общество, азербайджанские эксперты, или армянское общество и армянские эксперты? Азербайджанские политики или армянские политики? Азербайджанское правительство или армянское правительство? Вот когда ты со стороны смотришь из Америки, ты живешь на две страны, да, в Азербайджане и Америке. Кстати, мои подписчики должны знать, что Агиль, да, участвует, поддерживает, соответственно, свою страну, но он из тех людей, с которыми, кстати, я после войны тоже работаю, общаюсь, и мы вместе с ним приходим к выводу, что диаспоры не должны драться в Америке, во Франции, и не должны накалять обстановку, применять насилие, и он со мной полностью солидарен. И, пожалуйста, можете отмечать на мой вопрос. Рома, во-первых, я не хотел бы деминизировать, скажем, усилия армянской стороны. То есть вот смотри, если нас смотрят здесь, если как бы обсуждают, то есть это люди, которые хотят что-то сделать для своей страны, и их немало. Вот недавно я смотрел твое видео, ты гулял по городу, и женщина подошла к тебе, начала говорить хорошие вещи, сфотографировалась, помнишь? Это тоже, это говорит о чем? То есть тебя поддерживают люди мирно, мирно настроены. В Азербайджане возьмем, кто больше делает, кто меньше делает, но если уже как бы немножко покритиковать армянскую сторону, то в Азербайджане, если посмотреть, вот, например, ты, ты побывал на всех каналах, и в проправительственных, и на оппозиционных, и там везде. Другие армянские эксперты, очень много экспертов побывали на азербайджанских инфоплатформах. Это со времен еще покойного Георгия Ваняна. То есть нам всегда было интересно, что думает армянская сторона. К сожалению, в Азербайджане, в Армении мало, вот, или, может, это наша вина, да, то есть, может, мы не идем, как бы, к ним, да, но я думаю, что если было бы это взаимно, то есть побольше азербайджанских экспертов было бы в Армении, потому что нам сейчас нужно выиграть мир, Рома. Мы уже войну, эти выиграли, эти проиграли, эти выиграли, мы уже, как бы, повыигрались, проигрались уже. Теперь нам нужно выиграть мир. За это нужно бороться. Армению нужно бороться за Азербайджан, а Азербайджану нужно бороться за Армению. Это наш регион, я опять говорю, никто больше не заинтересован. Ты смотри, вот, как эти начали договариваться, у нас там делимитация там и так далее, уже пошло вперед, да. И эти международные, как бы, международное сообщество сейчас хочет активно в этом участвовать. А вы все 35 лет где были? 35 лет, скажу, ехали в Ереван, пили коньяк, там туда-сюда, кябабчик-мабабчик, ехали в Азербайджан, икра, там туда-сюда, в общем. И вот чем они занимались. Ты не видишь, у них у всех животы такие были большие. От чего? От того, что кайфовали, да? Зачем мы нам нужны теперь? Не нужны, мы сами все решаем. Сейчас это, значит, экспертном уровне, российские эксперты, да, они обвиняют Азербайджан в том, что Азербайджан кинул Россию. То есть по их больному воображению, то есть они говорят, что мы должны были пойти дальше, воевать с Арменией уже на территории Армении, там что-то оккупировать, и чтобы они контролировали уже комплект там. Нет, я не думаю, что Азербайджан кому-то что-то обещал. Я даже если, так скажу, если даже обещали и кинули, а хорошо сделали и кинули. Так что пошлянемся нафиг, извиняюсь за выражение. Держимся вместе, ребята, только позитив. Будущее нужно смотреть. Ну вот я просто хочу сказать несколько добрых слов о Гиле. Во-первых, мне очень нравится вот твой вечный позитив. У тебя всегда позитив, всегда оптимизм, да. И если мы вообще говорим о мире, я считаю, что именно… Кстати говоря, вот я же с Нариманом тоже не раз делал эфир. У него такой же вот оптимизм и бодрячок, как у тебя. Неважно, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Эфиры для того и делаются, чтобы выслушать другого человека. Каждый имеет право с чем-то соглашаться, с чем-то нет, учитывая и предрассудки свои, и комплексы, и объективная, да, как бы точку зрения. Неважно. Но у тебя всегда бодрячок, оптимизм. И вот если мы говорим о мире и хотим все-таки добиться мира, именно такой бодрячок и нужен, потому что депрессивные люди, которые говорят, нет, здесь проблема, там проблема, они и не нужны на самом деле для Москвы и эфира. Кстати говоря, поэтому меня и не зовет Ноян. Я, во-первых, в жизни не пойду туда, мне он сто лет не нужен, я без него себя комфортно чувствую. Но поэтому он не зовет меня, потому что Нояну нужно проклинать кого-то и говорить, что в Шекхенбуре есть армянская кровь. Ну а что касается того, что ты сказал, вот эта женщина, я тебя уверяю, еще в эфире хочу сказать, вот в мессенджере тоже писал, уверяю, что, например, сегодня я гулял по Еревану, у меня друг приехал с семьей из Москвы. Сегодня за день, вот, не даст его собрать, по-моему, 8 или 9 раз за день в разных местах Еревана, вот точно так, как эта женщина, останавливали, говорили сотни слов, что мы за тебя беспокоимся, спасибо, что вы пишете. Просто это случайно усик снял. Но так как мы этого не видим в эфире, а видим нападки, там, Союз Армян России на меня платит деньги блогерам, чтобы меня обливали грязью. Вот сейчас двое блогеров сидели, люди, слава богу, уже понимают, что так как сам Союз Армян России не может меня обливать грязью и девальвировать, он что должен сделать? Или сайту заплатить, или фейк бросить, или блогера попросить. Вот он думает, например, у какого-то блогера из Израиля или у ростовского блогера есть своя аудитория, он думает, что если ростовский блогер настроит свою аудиторию фейками и вранью против Ромы, другой блогер из Израиля настроит свою аудиторию против Ромы, он, Союз Армян России, Арам Габрилианов или Карабанцы, они таким образом сумеют меня добиться, понимаешь? Он же не может в Союз Армян России сам выйти и сказать, что Рома плохой. Ему остается что? Через блогера, через сайты, через фейки, после народа Армении меня девальвировать. А это не получается, уже с седьмой год они это делают. Это не получается, поверь мне, это не получается. Это знаю, что напоминает. Вот это как бы, они, вот в случае с Баградом, естественно, любой здравомыслящий человек понимает, что он не придет к власти. Но, то есть они этим самым, они мутят воду и вот человека демотивируют. Допустим, вот на этой волне, Россия, допустим, чего хотела добиться, да? Чтобы выиграть время. Вот они пустили Баград, Маград, Шмагарад, чтобы вот это, скажем, разговор о Конституции, они превратились в какое-то вообще не надо, да, давай там оставим. И то же самое с тобой. То есть они постоянно, почему? Они, естественно, понимают, что ты не остановишь свою деятельность. Но как-то демотивировать тебя, они, ну, в их больном воображении, они думают, что как бы они смогут. То, что касается диаспоры. Я вам скажу, я не хочу обобщать. Здесь есть армянская диаспора. Я всегда делю, да? Есть армянская диаспора, есть дашнакская диаспора. Армянская диаспора никогда на имени Армении деньги не делает. То есть я знаю армян из Армении, которые, наоборот, посылают в Армению деньги. Все остальное, вот эти дашнакские организации, например, армянский национальный конгресс Америки, допустим, да, то есть они целый день, они сидят, например, ищут проблему. Допустим, Ирхам Алиев что-то сказал. Они взяли это, раздули, идут к бизнесменам. Они говорят, что, слушай, срочно деньги нужны. А сколько столько-то? У этого бизнесмена два варианта бедного. Он или дает деньги, Рома, становится нормальным парнем. Если он не дает, он уже турок, чтобы ты понимал. То есть эти сами бедные бизнесмены, что же им надоело это все? В России тоже так. Вот в России точно так. Я раньше жил в России, да. Вот в России, я просто вел мероприятие, знаешь, я не понимал этого. После революции я столько всего узнал. Вот сейчас я как раз сделал выпуск про Союз Армян России. Там одного парня они избили, об этом сейчас рассказывал армянский канал. Они избили парня, который отвечает за молодежь армян в Москве. Избили до полусмерти, и не просто избили. Они позвонили в военкомат Союз Армян России, что вызовите его в армию, вызовите военкомат, и отправьте его на фронт и убейте там. Вот это сделал Союз Армян России. Он, кстати, об этом рассказал в эфире. Я сейчас как раз делаю выпуск с его... Представляешь, что они делают? Они же сейчас Рома не могут. Если бы я был в Москве, они бы меня застрелили хоть за час. В принципе, они... Я тебе скажу, в прошлом году мне звонили из Таджикистана один из известных журналистов Таджикистана, что, Роман, вы знаете, мы смотрим, как вы пиарите там Армению, Грузию, другие страны в своих эфирах. Мы приглашаем вас в Таджикистан. Смотри, что он говорит. Мы приглашаем вас в Таджикистан. Мы вам создадим такие шикарные условия, авиабилеты, гостиницу. Вы снимете Таджикистан, чтобы мы усилили таджикско-армянскую дружбу. Смотри, что он говорит. Я по своим каналам пробиваю, что этот журналист таджикисткий считается вообще в Таджикистане продажной тварью, которая работает на ФСБ России. И сейчас мы понимаем, что тот же Союз Армян России, работающий на ФСБ России, тот же Арам Габрилян, который выполняет инструкции ФСБ России. Понял, да? Вот эти люди, эти люди, Езрас, Арам Абрилян, Арам Габрилян, они договариваются с журналистом в Таджикистане. Они говорят, позови Рому в Таджикистан, да, вы пусть ехать по горам, что-то снимать, да. А там они меня отправят, убьют. Это уже другой разговор. И это сто процентов, я тебе говорю. Это вот один из вариантов попытки меня устранить именно их руками. И эти же парадиты, да, теперь нашего мальчика армянского, которого избили, выгнали из помещения в Союзе Армян России, они его отправляют в военкомат, руками военкомата. Хотят убить его на фронте, вот как убивают людей в Союзе Армян России. И это сделал конкретный человек, Артем Бартанян, в этом даже нет сомнений. А почему? Потому что вот то, что ты сказал про Америку, то же самое в России. То есть они 35 лет на имени Карабаха собирают деньги. Ни один глава армянской общины своего сына не отправил в Карабах жить. Вот почему, например, глава армянской общины Краснодара или Ставрополя не поехал жить в Карабах? Почему их сына? Ни один сын ни в Анапе, ни в Тургуте, эти главы общины, ни одного дня не жил в Карабахе и не воевал там. Но все они 35 лет собирали деньги на имени Карабаха. И сейчас они настолько расстроены, что в Карабахе конфликт закончился. Им всегда было плевать на людей в Карабахе, понимаешь? Они только на имени Карабаха собирали деньги. Поэтому, если ты посмотришь, как живут главы армянских общин, все миллиардеры, они все на крови армянских солдат купили своим сыновьям по пять машин. У их дочерей у всех квартиры в Москве, в Санкт-Петербурге. Понимаешь? Потому что они годами собирали деньги на имени Карабаха, этих людей, которые там бедные, жили, вот ты сам видишь, 35 лет, все время и снайперы стреляли друг к другу, азербайджанцы, армяне и так далее. Это была не жизнь в любом случае. Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это надеясь, что люди простые тоже осознают. Я уже это давно знаю. Важно, чтобы люди понимали, что на имени войны, а сейчас тоже на имени Донбасса задабатывают деньги. Тот же Союз Армян России тихо и собирают деньги, что якобы Путин дал приказ собрать помощь и отправить в Донбасс. Давайте армяне. А те армяне, которые на Донбасс не дадут деньги, мы позвоним ФСБ в налоговый, уничтожим твой бизнес. Вот так сейчас работает Союз Армян России. И в этих митингах тоже я делал выпуск. Они собрали кучу денег с этих бизнесменов. Половину украли, половина по дороге пропала. Они так шли. То есть, условно говоря, они собрали на 2000 мужиков, чтобы они пришли свергать власть. А приехало не 2000, а приехало, условно говоря, 600 или 700, образно говоря. И не вот так во всем, понимаешь? Это вот, я считаю, что наша боль, наша беда, что при Кочарям и Серже были созданы вот такие общины, которые тоже заболели корыстью. У них нет никакого государственного мышления. Кстати говоря, все, что за 6 лет в Армении было сделано правительством Армении, было сделано без этих организаций. Да, простые армяне помогают, приходят тратить здесь деньги. Простые армяне для нас диаспора, а не организация, которая создана ФСБ России и разрушает Армению. Эта организация никакого отношения к армянам не имеет, поверь мне. Союз Армян России, это не армянская организация, это организация, созданная ФСБ России под названием Союз Армян России, которая контролирует криминал, бандитов, какие-то вороны в законе и так далее, и там подобное, и с них собирает деньги. А те, кто не слушается, вот как этот мальчик идут и умирают в Донбассе. Понимаешь? Вот. Что ж, будем продолжать эфиры. Кстати, я говорю, других тоже буду звать и на Алимана, и других экспертов, но с тобой мы через несколько недель снова сделаем эфир. Я вообще хочу сказать, что надо увеличить. Давайте сделаем так. Сейчас увеличим, побольше дадим эфиров таких вот видеомостов армяне-азербайджанцы. Будем разбираться, будем спрашивать. И, наверное, нужно постепенно уже со следующего эфира придумать дорожную карту, дорожную карту просто по пунктам. Потом мы поймем, какой пункт бредовый, какой не бредовый. Дорожную карту, как в соцсетях сблизить армяне-азербайджанцы, потому что вкладываются огромные деньги в том, чтобы распространять ненависть. Например, вот в Ростове-Снеге, у Арутюнова задача распространять ненависть. Ему плевать на Карабах. Арутюнов ни одного дня в своей жизни он не жил в Карабахе. Вот многие азербайджанцы, наверное, думают, что этот человек представляет армянскую душу, армянский мост. Да нет, этот человек плевать хотел и на Армению, и на Карабах. У него нет никакой любви ни к армянам, ни к Армении. Он даже все, что говорит в своем эфире, так же, как и ваш блогер, прости, большую часть всего, что они говорят, это позор для двух народов. Потому что нормальный азербайджанец, нормальный армянин, он не может смеяться над целым народом. Он не может ставить под сомнение целый народ. Если в одной точке планеты живет 10 миллионов азербайджанцев, значит, так захотел Всевышний. Кто-то его ставит решение под сомнение, вот те, кто верующий, например, или верующий азербайджанец, он смеется над армянским народом. Он что, вопрос, он что смеется над Всевышним? Ведь Всевышний так решил, чтобы было много народов, чтобы они жили на одной планете. Я считаю, что для нас это большое горе, что в Азербайджане есть только азербайджанцев, которые слушают вашего блогера и смеются над целым народом. А у нас есть столько армян, которые слушают этого ростовского блогера, как он смеется над азербайджанцем. А потом эти люди агиль говорят, а почему у нас бывает инфаркт? А почему у нас бывает раб? Ребят, а вы смеетесь над целым армянским и азербайджанским народом? Потом задаете вопрос, почему вам Всевышний отправил болезни и почему вас выгнал из своего дома? Вот ты вот постарайся понять, я сейчас говорю искренне, не надо смеяться над народами, не надо. Это невежество, это не подходит ни хорошим азербайджанцам умным, ни хорошим армянам и умным армянам. Это невежество издеваться над целым народом и вообще считать, кто в каком году появился. Предположим, один народ появился 200 лет назад, другой народ появился 400 лет назад. Это что? Все народы появились в разные века и пережили ужасные войны и захватнические войны. Все народы. Представь, если все народы в Европе, в Азии начнут всем докапываться, что ты был 10 лет назад, ты 20 лет назад, это блюдо двое, это мороженое мое, этот фрукт ты украл у меня, вообще-то это пальма висела у меня, у тебя банан. Ты где-нибудь видел в Азии, что кто-то говорил, вы бананы, эй, Вьетнам, украли у нас, у Шри-Ланки, или Шри-Ланка сказала, слоны появились у нас, а Индия говорит, что слоны это символ Индии. А вот мы заняты этим, совсем не тем, чем надо, чья до ума, ты посмотри, какие группы ВКонтакте, где проклятие, что азербайджанцы украли у армян до ума, армяне украли кутабы у азербайджанцев, это разве, скажи, это разве не невежество, это же, и это делают не 15-летние пацаны, взрослые мужики и женщины это делают, понимаешь? Да, я желаю мира, мира и Армении и Азербайджану, я не могу знать, что будет дальше, мы не отвечаем за поступки политиков, но те армяне-азербайджанцы, которые нас смотрят, я хочу искренне поблагодарить и Агире, и всех азербайджанцев, которые признают территорию целостность Армении за то, чтобы был мир и за то, чтобы мы нашли по всем пунктам ответы на вопросы, чтобы снять все озабоченности армян и азербайджанцев, и я допускаю, я считаю, что действительно мы должны непредвзято смотреть на все опасения армянского правительства и азербайджанского правительства, а попытаться понять, что где-то армянское правительство и азербайджанское правительство, где-то оно действительно может опасаться каких-то шагов, которые предпримут оппозиция или Россия руками оппозиции, которые могут полностью обдулить те договоренности, которые были между Арменией и Азербайджаном. Вот действительно, я признаю, что такой риск действительно есть, я хочу это сказать в этом эфире. И здесь мы должны понять, что мы настолько не доверяем азербайджану и наоборот, что вот эти разумные риски и разумные опасения мы не воспринимаем. Мы думаем, что это вот выдумано, да, вот мы все можем думать, что все Ильхам Али выдумал, лишь бы тянуть, не подписать, не сделать, но я допускаю, что все-таки наше недоверие не позволяет нам понять, что где-то Ильхам Али действительно видит риски, да, извини меня, вот мы же не понимаем, а вдруг Россия завтра 100 гранатометов даст и скажет там своим людям и Карабахцам и Дашнакам взорвать в чертовой матери. Так же, как мы не понимаем, кто взорвал президента Ирана, но я не знаю, почему упал этот вертолет вместе с министром иностранным. Мы не знаем. Вот. И здесь необходимо вот все это глубинно изучать. Я надеюсь, что наше правительство, наши спецслужбы, МИД, люди, которые должны этим заниматься, я очень надеюсь, что они придут к миру. Ну, а всем азербайджанцам, которые признают территориальную целостность Армении, которые уважают нашу историю, я хочу сказать, что я настроен на то, чтобы все то, что вы слышите, нехорошее в свой адрес, чтобы этого не было и чтобы мы друг друга наконец-то видели людьми, которые имеют право жить, спокойно жить. У нас и так у всех азербайджанцев есть много проблем, это онкология, это стихийные бедствия, это войны, да, вот такие, как между Россией и Украиной, где сейчас очень много погибает армян и азербайджанцев с обеих сторон. Мне пишут азербайджанцы, мне написал азербайджанец, что он сейчас стоит на фронте в Украине и его командир армянин. Он говорит, я подчиняюсь армянину, потому что мы вместе воюем с оккупантами. Вот что он мне написал. Представляете, что он мне написал? Что я подчиняюсь моему командиру армянину, которому полностью доверяю. У нас есть общая цель, понимаешь? Общая цель. Поэтому 35 лет мы убивали столько армян и азербайджанцев. Я еще раз хочу сказать, что я хочу, чтобы никто не погибал. Поэтому спасибо тем азербайджанцам, которые признают территориальную целостность Армении, уважают нашу историю, над нами не смеются, нас не оскорбляют. И если ты такой азербайджанец или такая азербайджанка, помни, что я со своей стороны готов сделать все возможное, чтобы ты знал или знала, что у меня нет к тебе таких претензий, которые предъявляют фейки или проплаченные люди, чтобы тебя, как азербайджанца или азербайджанку оскорбить, унизить. И я со своей стороны готов сделать все, чтобы этого не было, и чтобы вы могли спокойно жить и процветать в своей стране, а мы могли своей жизнью жить в своей стране, чтобы никто не погибал. Потому что мы с Агилем разговариваем в эфире, а в это время стоят азербайджанцы и армяне в окопах и в снег, и в дождь, и неважно, какая сильная армия у кого, эти ребята ценой своей жизни защищают Армению и Азербайджан. И расплачиваются за ту ненависть, которую распространяет ваш блогер и наш блогер в Ростове. И при этом могут остаться живы, если такие, как я и Агиль, будут призывать к миру. Поэтому спасибо, Агиль, тебе и всем азербайджанцам и армянам, которые поддерживают разумный диалог. Через две недели сделаем новый эфир. Теперь слово тебе. Спасибо, ребята. Еще раз, я читаю комментарии, эти сердечки, лайки. Спасибо вам большое. Делитесь этим эфиром, пусть побольше людей это увидят. Вот вам мотивация. Никто еще в мире не совмещал черную икру с армянским коньяком. Поэтому вот вам мотивация, чтобы в следующий раз мы уже об этом говорили, чтобы в следующий раз уже у нас никаких проблем не осталось, потому что уже практически, опять говорю, никаких проблем кроме этого у нас не осталось. У нас, запомните, до ноября есть время. Все должны выйти на улицы, и азербайджанцы, и армяне. Они должны делать эфиры, они должны друг другу, если нужно преодолеть какую-то ненависть, нужно это сделать. Но это нужно сделать сейчас. У нас до ноября есть время. Пошли работать, ребята. Целую всех, обнимаю. Да, ну мы желаем всем мир. Спасибо. Спасибо, Агитя. Спасибо.